Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Закончилось лето, наступил сентябрь, закончилось время отпусков. Есть интересное явление православной культуры. Если обычные люди занимаются туристическими поездками, то православные занимаются паломничествами. Вот сегодня о таком культурном явлении нашей именно духовной культуры я предлагаю поговорить с нашим гостем Иреем Николаем Зининым, настоятелем храма святого мученика Трифона. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы хотелось поговорить о паломничестве в разрезе и в контексте той передачи, которая была у нас неделю назад. Мы говорили о фарисействе и почему у меня вообще родилось желание поговорить. Вот, казалось бы, очень узкая тема, но что тут скажешь? Ну, паломничество, ну, ходят люди к святыням. Но лично я, как священник, думаю, вы это тоже замечаете. Мы видим, как вот эта вот погоня за святынями вырождается вот в то самое фарисейство. Мы видим, как люди толпами иногда, автобусами целыми едут в Дивеево. И вот вроде бы ничего плохого в этом нет. Замечательно. Приехали помолиться, приехали поклониться святыням. Но тоже есть определенный крен, когда оттуда везут целыми мешками сухарики, когда оттуда везут целыми, не знаю, коробками маслица. Опять же таки, ничего против я не имею, но есть ощущение, что вот в маслице и в сухарики иногда люди верят больше, чем в Господу Бога. Есть еще интересный момент. Он меня крайне посмешил, честно говоря, да простят меня та же Дивеевская община. Я был когда-то в паломничестве, возил группу. И как-то по окончании литургии, по окончании молебна преподобному, поклонившись раке с мощами, проходя мимо, я видел, как достают вот этот вот чугунок, который, ну, в принципе, атрибут жизни преподобного. То есть можно ли его называть святым? Большой вопрос. Мне кажется, не все, что к чему... Святой чугунок? Святой чугунок, который, о ужас, я, это такое мракобесие чистой воды. Я видел, как люди одевают его себе на голову, вот, для того, чтобы, я не знаю, что. Может, надо ударить еще потом? Может быть, ударить, а может быть, нужно, я не знаю, что нужно. Вот это и смешно, и очень грустно, и очень печально. Поэтому вот об этом, об этой грани, еще раз повторюсь, мы передачу сегодня посвятим подлинному, истинному паломничеству, в чем она заключается, с каким духом христианин должен совершать свой путь, поездку, пеший ход в сторону святыни, и что одновременно является паломничеством ложным, когда к нему примешивается фарисейство. Давайте напомним вообще, в принципе, ну, если совсем кратко историю, паломничество. Почему интересное слово такое, паломник? Откуда оно взято? Старая, древняя ли это традиция, или это какой-то новодел, вот, период появления автобусов, самолетов, когда мы можем теперь ездить куда хотим? Нет, традиция, это, конечно, древняя. Мы знаем, что в Ветхом Завете единственным местом, где верующий человек мог принести истинные жертву Богу, это был храм в Иерусалиме, который в 70-м году был разрушен императором Титом. Вот, но до этого времени правоверные иудеи со всей Римской империи, фактически, стекались в Иерусалим, приносили свою жертву Богу. То есть это вот тоже своего рода паломничество, можно сказать. В христианстве, я думаю, что первые несколько веков, это было несколько иное вообще отношение, новозаветное, вообще более революционное. По примеру, я думаю, апостол Павла, который вот свои миссионерские, так называемые, путешествия совершал, обходя пешком на корабле, там, как-то на гужевом транспорте, всю Римскую империю, по сути. То есть это в итоге закончил свою земную жизнь в Риме, приняв казнь наряду с апостолом Петром. Есть даже намеки, что он был в Испании в те несколько лет, которые он был в заключении, мог предпринять и это путешествие. То есть вот принципиально, наверное, корень вот проблемы вами обозначены, я вижу в отношении к материи, в отношении к освящению, потому что те проблемы, с которыми вот мы сталкиваемся при неправильном понимании паломничества, они проистекают из ложного толкования освящения, вот именно христианского освящения, потому что мы знаем, что есть мистерии какие-то языческие, которые тоже там заповедные рощи были, которые ругали пророки, да, ветхозаветные, там, когда нечестием занимались люди. То есть были места какие-то в язычестве освященные, да, священные статуэтки, терафимы те же самые, там, какие-то языческие идолы, там. И мы сейчас это видим в повсеместной, где-то на правосанках, вот, да, долгое время, скажем, в подгорах, вот, именно на источнике к деревьям там привязывали веревочки всякие. То есть это явно языческая традиция, вот, освященное дерево там какое-то, да, поклонение деревьям каким-то освященное. На Северном Кавказе у народов это есть, там, какой-нибудь орех, который прадед посадил, ему там пищу приносит, как-то вот. И вот именно языческое понимание, наверное, привнося в христианство, оно вот и дает такой резонанс очень неприятный. На самом деле резонанс это вот то, что портит истинную природу и паломничество, и молитву, и вообще всего. Потому что в христианстве, чем тогда отличаются, да, от языческого освящения, освящение христианское? Потому что мы же и машины освящаем, и квартиры, да, и источники, и храмы освящаем. Вот. А принципиальное отличие, как говорит Антоний Суржский, что языческое освящение — это, это как бы выделение этой территории себе, или наделение этой территории особыми какими-то вот преференциями, особыми свойствами, энергиями и так далее. А христианское освящение — это посвящение Богу. Это что значит, я осветил автомобиль? Я его Богу посвятил. Я к этому автомобилю с этого момента отношусь не как к своему, а как будто мне дали генеральную доверенность на Богом подписанную. Я им пользуюсь, пока она действует. Отзовет ее, там, украдут у меня его, или он разобьется в дребезги. То это будет возврат имущества тому истинному хозяину, которым обладаем. И квартиру я осветил, я ее Богу посвятил. Я хочу, чтобы там был Бог, чтобы... Не как люди обманывают себя. Бог у меня в душе, как будто они его там на цепь посадили, и вот он, бедный, сидит у них в душе. Приходится пить пиво и смотреть телевизор каждый день. Но зато он там есть, вроде бы. Вот. А я посвящаю эту территорию Богу. Я хочу, чтобы он тут был. По своей любви он на мою любовь может отозвать. И создаю условия. Да, и создаю условия, соответственно. Поэтому не вера в вещь, не вера в то, что в чугунке что-то варил Серафим Саровский, теперь мне его на голову надо надеть, и у меня мысли придут в полный порядок. А именно что... Да, и отношение к святым, соответственно, другое. Кто такой Серафим Саровский? Это мой брат во Христе. Мало мне того, что Христос, мою природу воспринял и возвысил ее до высоты Святой Троицы. Так мне еще Господь дает свидетелей своих, своих друзей в лице святых. Серафима Саровского, Сергия Радонежского, которые в своей жизни явили образ Христа для меня. И для меня все важно. Это как, я не знаю, там, вещи моей мамы, которая мне любовь сообщила, которая меня воспитала по мере своей силы и возможностей. Не потому, что сами по себе эти вещи чем-то заряжены. Они ничем не заряжены. Это отзывы... Я в них вижу отзывы к той любви, ими пользовался тот человек, который во Христе мне близок, который мне явил образ Христа. И поэтому, молясь Серафиму Саровскому или Матроне Московской, я молюсь не для того, чтобы они мне что-то дали, а я прошу, чтобы они со мной помолились Богу, чтобы они были моими братьями и сестрами, чтобы они в свою семью меня приняли, и мы вместе Богу помолились, чтобы Господь меня вразумил. Он мне дал эту ясность ума, которую я там ищу, а не чугунок. Да, как пошутил один раз архимандрит Вениамин Лабутин, говорит, «Святой иконостас, моли Бога о нас». То есть вот это предельное выражение в этой поговорке, предельное выражение языческого отношения в церкви. Оно тоже фарисейское, по большому счету. А что касается паломничества, то опять-таки мы с вами уже говорили на прошлой программе, что в чем я вкладываю смысл, на что я уповаю, на что я надеюсь. Я надеюсь на Бога, я уповаю на Бога. Для чего же тогда мне паломничество? Некоторые скажут, ну, значит, и не надо никуда ехать. Можно... В принципе, да, я соглашусь. Но иногда это как вот, не знаю, для литературоведа важно посетить там Болдина, важно посетить Лермонтовские какие-то места. Для чего? Даже не столько, что там есть освещенные деревья этих поэтов, да, а вот как они писали, чем они вдохновлялись. И мне кажется, вот правильный ответ на паломнический вопрос, а какое правильное паломничество, это как раз цель. То есть понятно, что я с Богом везде и всегда, и в первую очередь у Евхаристии, у Чашиева. Но а для чего тогда я... Да, батюшка, я тут хотел бы как раз вот комментарий вставить, потому что я удивляюсь, насколько для людей ничего не значит причастие, зачастую, ну так бывает. Ну, вернее, оно значит, но... По сравнению со Святым озером или Чугунком. Да, да. То есть по сравнению, вот как в той самой сказке про конька-горбунка, я ныряю из одного источника в другой, вот бульк-бульк-бульк, надеюсь, что я омоложусь духовно. У нас сейчас слово духовно представляется ко всему, и православное тоже. Вот недавно тоже в интернете читал на эту тему статью, что у нас начали там формироваться какие-то православные... Лексика? Нет, нет, православного рода там всякие объединения, там православные, например, там ортопеды, православные логопеды, офтальмологи, там, не знаю, православный футбольный клуб. И к нему приписываются различного рода вот фразы из Священного Писания, да, там. Там, православные офтальмологи, если твое око совлазняет тебя, вырви его, да, там. То есть до смешного доходит, но вот действительно у нас духовный, православный добавляется ко всему. Вот человек ныряет из источника в источник, он меняет, особенно меня радует, когда в течение двух дней можно посетить все Золотое Кольцо, так что человек, возвращаясь оттуда, посещая действительно святые места, древние храмы, хранящие величайшие святыни. Но он приходит с абсолютной кашей в голове, он уже не помнит, где он к иконе Федоровской, к Федоровской иконе Божьей Матери приложился, где он видел мощи Серафима Саровского. Вот все вот так вот. Я прошу прощения, я перебил. То есть вот к вопросу действительно о том, что, о чем говорил, мы до передачи с вами вспоминали эти слова, святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда его спрашивали, бабюшка, надо сказать, что был очень популярный, у него были очень богатые, в том числе, духовные чады, которые могли ей позволить свозить его и туда, и сюда. И его спрашивали, почему вы не ездите в Иерусалим, почему вы не ездите на Афон? И он поворачивался, показывал рукой на алтарь, в котором он совершал Евхаристию, а мы помним, как он совершал ее, что там и огненные всполохи были иногда, и чуть ли не от земли он поднимался во время евхаристического канона. И вот он говорит, вот мой Афон, вот мой Иерусалим. Но я, впрочем, перебил. Это вот два видения, на самом деле, которые взаимодополняемы и не противоречащие для меня. То есть можно, на самом деле, питаться Евхаристией и никакие... Если вернуться к истории, то первые несколько веков, и не было никаких вот таких паломничеств, потому что не было святых мест. Вообще, мне кажется, святое место, оно тоже вот... Оно из Ветхого все-таки завета. Вспоминают слова Христа о том, что... Вот смотри, какие камени, смотри, какой храм. Это же тоже вот провокация. Смотри, какие здания красивые. И Христос говорит, здесь не останется камня на камне. Но настанет время, когда люди будут приносить Богу жертву на всяком месте. Потому что Бог ищет сердца чистого, сердца сокрушенного. Вот, а не мест и святых там мест в том числе. Поэтому все-таки это пережитки ветхозаветные. Может быть, в чем-то и фарисейские. Вот, выделять какие-то места, как святые. Вот, но тогда в чем суть паломничества? Все-таки я вижу, пользую от этих посещений, этих мест. Вот, сравнивая там с местами, где поэты творили особо плодотворно, да. Для меня, вот, например, Троица Сергиева Лавра. Это место, где я могу с духом преподобного Сергия как-то вот поближе. Посмотрите, чем он питал свои молитвы. Или там вот пустынка Серафима Саровского. То есть, понятно, что вот он реализовал в себе, получилось у него реализовать образ Христа. То есть, уподобиться Христу, преподобным стать ему. Но что его, как его, вот на этом месте побыть? Это, на самом деле, есть ощущение какой-то вот особой молитвы. Есть ощущение особого присутствия Божия на этом месте. Но не потому, что это место святое, а потому, что оно выделилось как-то вот именно этим человеком. Выделилось как-то вот, как мы сказали, христианский смысл освящения, что я посвящаю это место Богу, да. И если я там осветил квартиру, особо, может, ничего от этого там и не изменилось внешне, да. А вот преподобный Сергий Радонежский посвятил это место Богу, да. Он осветил его, он там осветил чем? Своей жизнью. Он там жил, трудился, работал. И мы сейчас, спустя, там уже больше, чем там полтысячи лет, да, мы видим плоды этого освящения. Плоды его трудов, его молитв. Как это место преобразилось? Из какой-то глуши непролазной оно превратилось в город, оно превратилось в величайший монастырь вообще в России. И это как раз вот то, что, наверное, вдохновляет и в момент уныния какого-то или упадка веры помогает людям как-то воспрять духом. Вот. Но опять-таки материальное, да, вторично, вот первично молитва, первично молитва. Я еду с мыслью о Боге, с молитвой к Богу и с памятью о том человеке, к которому я... Да, в этой разрезе я с вами согласен. Вот туры, когда за несколько дней там люди, сумасшедшее количество... Понятно, что на автобусе удобно, можно заехать и посетить, но чаще всего это не приводит к хорошему духовному какому-то показателю. Еще у меня есть ощущение, что тоже одна из составляющих паломническую поездку, одна из составляющих утрачена. То есть если мы все-таки берем и открываем страницы истории первых апостольских общин, во-первых, там очень интересный момент. Часто паломничество совершали не группами, группами совершали, ну, там, гробу Господню, может быть, раз в год. И шли, кстати говоря, с пальмовыми ветвями, поэтому паломничество, да, вот, в знак того, что пели асанны с пальмовыми ветвями. По пальмовым ветвям можно было узнать паломников, то есть те, кто идут на святую землю. А вот еще очень интересный момент, когда община церковная делегировала какого-то одного паломника, ну, двух, ну, трех, которые шли для встречи с другой общиной или шли для встречи со святыней, но делали они это во имя общины для того, чтобы туда вернуться. То есть это такое интересное связующее звено между двумя общинами, между общиной и святыней, к которой не могут прийти. То есть паломничество всегда было сопряжено с подвигом. И вот начиная от того, что сейчас все очень комфортно, хотя, конечно, ну, кто откажется от комфортабельного автобуса, чартерного рейса, вот, до Иерусалима. Но подвига здесь, мне кажется, становится все меньше и меньше. Все меньше и меньше аскетического делания вот в этом паломническом путешествии. Все больше и больше паломники перестают быть паломниками, то есть благовестниками. Потому что само это шествие, это в том числе была такая форма скрытой проповеди. И все больше они становятся туристами, с фотоаппаратами на груди. И вот как сейчас, тоже так интересно приходится наблюдать. Вот человек приехал, я вот в Москве был, и ходят китайцы, японцы, ну, по Красной площади. Ну, множество туристов, они не получают подлинного, настоящего удовольствия от созерцания красоты, архитектуры. Они не получают удовольствия. Почему? Потому что они на все смотрят сквозь объективы. Вот приехать и запечатлеть, а потом выложить это где-нибудь в соцсетях, становится первостепенным и важным. Смотрите, я на фоне Красной площади, смотрите, я на фоне Храма Василия Блаженного. Человек утрачивает что-то очень важное. И вот, а то, что важное как раз есть и остается, на самом деле существует помимо человека, это важное становится каким-то атрибутом, как у Фанвизина в недоросле. Дверь — это что? Это существительное или прилагательное? Конечно, прилагательное, оно же прикладывается к косяку. И вот это все становится прилагательным. Храм Гроба Господня, прилагательное ко мне, я на его фоне фотографируюсь. Мощи преподобного Серафима Саровского зачастую тоже становятся прилагательными. Ну, там и чугунок, получается, на первую роль выходит уже. Да. Потому что я не только мощам поклонился, а вот мне дополнительно еще что-то нужно. Ну, вот чтобы мы совсем, у нас осталось очень мало времени, если кратко, чтобы мы не выглядели такими модернистами, выступающими против древних традиций. Как священник, какую мотивацию вы считаете правильной для совершения паломничества? Ну, то есть вот человек едет, например, вот не получается у него зачать в семье, зачать ребенка. Он едет по святым местам, чтобы получить... Ну, получается, выбрать, во-первых, выбрать, наверное, что-то конкретное, да, из семьи христианской большой, выбрать тех людей, чей подвиг особенно близок, особенно трогает. Вот, подготовиться, прочитать житие в разных, может быть, редакциях этих людей, помолиться, начать уже молиться, да, ну и какой-то подвиг аскетический на себя все-таки наложить. Хотя Господь не оставляет, вот, мы затронули тему комфорта. У меня одна прихожанка рассказывала, что из Египта они ехали в Иерусалим, ну, это туристический, конечно, был автобус в первую очередь. Вот, шли боевые действия, и на границе, там, с сектором газа или где-то их останавливают, входит араб с автоматом и говорит, кто здесь христиане? И никто не встал. То есть это вот к вопросу о том, что такое паломничество, истинное или ложное. То есть иногда Господь и так проверяет нашу веру, и мы, конечно, должны быть готовы на то, что, ну, вот, какая-то пальмовая ветвь, она должна быть на нас, что мы показываем, что мы христиане, а не просто мы... Да нет, мы просто... И никто не встал, и вот, с каким сердцем эти люди поехали к гробу Господню? Что они там... Ну, покаяние, я думаю, получили, кто осознал глубину отречения. По сути-то, это отречение. Никто не встал, не исповедовал себя христианином. Вот, и также надо быть готовым, наверное, в своем паломничестве, ну, быть, явить христианина в себе. Не кричать в очереди, что тебе на ногу наступили. Проявить терпение, проявить в чем-то смирение. Поклониться последним, прийти, если уж большая толпа людей. Быть готовым в очереди отстоять. Ну, то есть в чем-то, видите, Господь... Потеснится. Комфорт, да, компенсирует, может быть, неудобством, скажем, в чем-то вот в другом. Вот, но это хорошая, я думаю, вещь. А вот про мотивацию-то все-таки какая? Самая настоящая, самая подлинная. Должен ли ехать человек, просто что-то просить? Или, если да, то с каким, может быть, сердцем? Я думаю, не зазорно и просите. Господь говорит, просите и дастся вам. Ну, вот с пониманием, что все от Бога, все от Господа. Моя поездка, моя малая лепта, в первую очередь, мне самому поможет свою веру укрепить. И, может быть, Богу будет легче мне помочь, если я какой-то подвиг предприму на пути к своему прошению. Спасибо, батюшка, за очень интересный сегодняшний рассказ и беседу. Ну, а мы на сегодня прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Если вам предстоят паломнические путешествия, помните, что они чем-то, лучше сказать, всем, должны отличаться от туристического хождения по местам былой славы, что называется. Если вы направляетесь в паломничество, пусть ваша молитва начнется до того, как вы сели в самолет, автобус, поезд и так далее. Если есть чего попросить, то просить нужно не у святого места, а просить нужно у того, кто это место сделал святым. У человека или у Господа Бога, наверное, в первую очередь. Помните об этом, не забывайте. И дай Бог, чтобы ваше паломничество, если они будут совершаться, приносили максимальную духовную пользу вам. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok